Здравствуйте, уважаемые зрители! Это программа «Мужская компания» и я ее ведущий Денис Васильев. Сегодня мы с вами разберем, что такое плетеный шнур и для чего его лучше использовать. Плетеный шнур представляет собой определенное количество сплетенных и спаянных между собой полиэтиленовых волокон ПЕ в единую жилу. Плетение, как правило, производится из четырех или восьми нитей. Более тонкие шнуры используют плетение из трех нитей. Более дорогие шнуры, как правило, более крепкие и более гладкие, что существенно увеличивает их мощность и дальность заброса. Также некоторые шнуры покрыты специальным покрытием, которое, так сказать, увеличит их абразивоустойчивость. И такие шнуры лучше переносят касание ракушек, либо камешков, либо травы. Итак, давайте разберем плюсы и минусы шнура. Плюсы. Первое и самое главное – это прочность шнура. При одинаковых диаметрах лески и шнура шнур будет у вас в два-три раза крепче. Соответственно, вы можете использовать более тонкий шнур на снасте. Второй плюс – это чувствительность. Так как шнур не имеет растяжимости, он очень актуален при ловле джигом. Так как мы с вами понимаем, что происходит приманкой. Все, что происходит там, мы полностью чувствуем на кончике спиннинга, либо в руку. И спокойно понимаем, когда происходит поклевка. Также к плюсам можно отнести дальность заброса. Более дорогие шнуры, они очень гладкие, хорошо скользят по кольцам и отлично летят. Также один из плюсов – это срок службы плетни. Он, как правило, два-три года. Шнур не боится ультрафиолета, то есть находясь у вас на катушке, в принципе, он может пролежать долгое время. Он не имеет памяти, соответственно, слеживаться он не будет. Пролежав год, вы можете спокойно взять и начать ловить без всяких проблем. Так как при выборе плетенки, мы смотрим на возможность нашего спиннинга по мощности. Это дает нам очень большой плюс, потому что, если смотрим разрывную нагрузку 10 кг, то шнур, например, будет тоньше, чем мононить. Взяв более тонкий шнур, вы сделаете гораздо дальше заброс, чем монофилом. И это дает вам очень большой плюс. Давайте разберем теперь минусы. Один из главных минусов – это высокая цена относительно монофила. Она, как правило, в два-три раза дороже лески. Поэтому многие-то и не хотят его брать, боясь то, что заплатив такие деньги, не получат результат. Но, опять же, это так условно, потому что все-таки срок службы гораздо больше, чем у лески. В итоге выйдет у вас, может даже и выгоднее использовать шнур, чем мононить. Поэтому на этот минус как бы обращать внимание даже бы и не стал. Также к минусам относятся шум и повышенное трение при движении через кольца и ролик лесоукладывателя. Но это относится к более дешевым шнурам. Потому что хорошие, гладкие, дорогие шнуры не шумят у вас в кольцах и отлично используются при ловле. Один из минусов – это парусность на ветру. Так как шнур более легкий, чем леска, он выдувается дугой при боковом ветре. Чтобы этого как-то избежать, нужно приходится просто либо догружать приманку с лимовым джигом, либо пускать спиннинг ближе к воде, чтобы этой дуги у вас не было. Но, в принципе, так как вы ловите на шнур, а чувствительность у него очень высокая, то вы поклевку все равно почувствуете в руку. Вам визуалка не нужна никак, как при ловле, например, на леску. Поэтому, ну, как бы тоже фактор такой спорный. Просто при выборе диаметров нужно понимать, что чем тоньше, тем меньше он будет парусить. Не стоит покупать более толстый, завышенный шнур, если он как бы вам не нужен по условиям ловли, так сказать, с запасом. Также к минусу относится чувствительность к минусам из-за того, что шнур впитывает влагу. То есть при ловле в минусовые температуры он начинает собирать в себя воду, и ловля становится некомфортной. Но, опять же, это можно легко избежать, смазав маслом либо силиконовым спреем. И ловить, в принципе, уже будет вам намного легче. Также к минусам относится нерастяжимость шнура. Но, опять же, это если у человека не отрегулирован фрикцион и неправильно подобран спиннинг. Например, он очень жесткий, фрикцион затянут, у него, конечно, будут сходов гораздо больше, чем у человека, у которого правильно выбран спиннинг, хорошо отрегулирована катушка. Это вообще к минусам можно даже и не относить. Но вот один из минусов, конечно, все-таки есть. Это плохо ловить им на течение легкими приманками. Так как шнур имеет положительную плавучесть и при ловле на легкие веса приманку выталкивает на поверхность. Поэтому приходится либо догружать приманку, либо как-то ухитряться, по-другому ее проводить. Ну вот и есть такой у нее все-таки минус. Некоторые уходят от этого, привязав флюкарбоновый поводок. Так как флюкарбоновый поводок у нас имеет отрицательную плавучесть, он немного позволяет все-таки загубить приманку на тот уровень, который вам нужно. Ну так, плюсы и минусы примерно разобрали. Что бы еще хотел вам сказать. Шнуры бывают у нас жесткие и мягкие. Поэтому для начинающего рыболова я бы порекомендовал жесткий шнур. Он, конечно, хуже слетает с катушки, но шансов развязать узлы, петли, которые у вас поначалу могут образовываться, гораздо выше, чем на мягком шнуре. Мягкого шнура, так сказать, заброс будет дальше, но и требования другие катушки. Катушка должна отлично укладывать шнур, чтобы у вас при забросе не образовались эти петли, которые потом в дальнейшем, вот на тонком шнуре, вы уже точно ничего не распутаете. Вы просто будете выбрасывать леску кусками, то есть шнур. К этому надо подходить при выборе очень внимательно. Так, где же все-таки лучше использовать шнур? Первое. Он обязательный при ловле джигом. Шнуром отлично можно ловить как на воблера, на блесна, вертушки. Просто при ловле отрегулируйте фрикцион, чтобы не было восходов. Единственный минус – это ловля на мелкие приманки на течение. А так шнур больше всего выбирают рыболов в последнее время из-за его все-таки прочности, дальности заброса и чувствительности. С вами был Денис Васильев. Увидимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин